У жителей большого микрорайона Изумрудные холмы теперь есть собственный парк. На 80 гектаров жилой застройки пришлось 10% или 8 гектаров прогулочной зоны. Она растянулась от первого дома до середины квартала. Лесной массив был расчищен от валежника, а между деревьями пролегли цивилизованные дорожки. Ширина дорожек позволяет разойтись двум мамам с колясками, ширина порядка двух метров. Дорожки выполнены из бетонной брусчатки. Желающих здесь проводить досуг, кстати, уже много. В будний день парковая зона не пустует. То ли еще будет, говорят благоустроители. Специально для массовых праздников здесь установили открытую сцену с перголой и скамеечки. Также в лесу оборудовали две детские площадки и одну для воркаута. На подходе веревочный городок. Все это результат инвестиционного соглашения, которое было заключено с застройщиком. Она нужна этому микрорайону. Он высокоплотный. Он, скажем так, кроме дворовых территорий, обустроенных детскими площадками, по сути дела, не имеет никакой рекреационной составляющей. Ну, есть еще аллея космонавтов. Но людям нужно гулять и совместно с администрацией городского поселения Красногорска района и эталон инвест компания, в общем-то, вот такое решение приняли и осуществляют для того, чтобы был парк. По плану благоустройства все работы практически завершены. Освещение в парке инвестор обещают сделать к весне. И на этом проект будет закончен. Дальше оно не пойдет. Дальше, еще раз повторюсь, это земли Государственного лесного фонда. Они не находятся в нашем распоряжении. Законодательство очень строго ограничивает все наши желания и все возможности инвестора в рамках лесного кодекса. На землях лесного фонда можно осуществлять преимущественно только рекреационные деятельности, все, что с ней связано. То есть ничего капитального здесь построить нельзя. Это не городские земли, это земли федеральные. Они находятся в постоянном бессрочном пользовании муниципального бюджетного учреждения Красногорская городская служба. Благоустройство этого парка инвестору обошлось в более чем 50 миллионов рублей. Это был единственный источник финансирования в лесную сказку у изумрудных холмов. В эти 8 гектаров не попали земли Черневской горки и поляны. Анастасия Евставхева, Евгений Волков, Вячеслав Блажев, КРТВ.